Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю правильную сетку в описании Переименовываю SK2TV и Twitch Добавляю на Twitch стрим, куда надо Короче, много всяких операций делаю Так, все, на Team Liquid, точнее, добавил Twitch переименую сейчас Тихо, тихоittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaittaitta המDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMXDMDL Я в группе, ребят. Сейчас будет создан хост и была имена на горизонте. Поехали! Ну что, Magic Minato. Так, а что у нас? Так, никто больше не стримит, видимо, сегодня. Блин, откуда она так резко выскакивает-то? Реклама, черт побери. А, ну стрим перезапустил. Вот она и выскочила, судя по всему. Короче, всем спасибо за поддержку громадное. Помните, что StarLine нужно также поддерживать, данный турнир наш. Вот. Сейчас начнется полуфинала завтрашнего дня. Завтра дня. Завтра этот турнир закончится. Соответственно. Куда скопировал сообщение? Не понял я. В описании канала там только можно вставить одно описание, короче. Одну ссылку. В смысле, не описание, а одну ссылку. Вот. То есть пальцем? Полуфинга. parюшке в описании. Полуфинга. Продолжение следует... Ну и помните про поддержку меняемого моего канала и зовите всех сюда. Все, начинается игра Blaminat. Поехали, короче. Starline, ребята, Starline. Сейчас я удалю тут кое-что в видео своих записи, потому что они будут мне мешать в итоге выкладывать все на YouTube. Все, все удаляю. Не забывайте поддерживать меня и мой канал, естественно, ребята. Всем за это громадное спасибо. Продолжаю марафонить до конца ноября. Два дня сегодня-завтра. Плотный очень график. Сегодня мы посмотрели с 12 часов. Я начал стрим первая квалификацию, последнюю на EM Гуинджи. Там или я не понимаю, не помню как точно город. Называется, короче, EM Корейский, где будут корейцы биться. Туда уже прошел, между прочим, и Асона китайский. Ну все, больше никого не пройдет, получается, из не корейцев. Если не приглашенных нет, не корейцев. Там их, скорее всего, нет. Так, у меня 17-я хата, углая, то же самое, ребятки, по игре. Эти отборочные я выложу на YouTube очень скоро. Посмотрели мы, поностальгировали немножечко. Посмотрели финал EM Киев, Димага против ММА, где я сам участвовал. Поностальгировали, посмотрели финал DreamHack Московского 2014 года, EM Киев 2012 года. Ну и Starline. Starline. После Starline посмотрим мы топ-докс немножечко. В смысле, в описании. Там кликабельная картинка, как туда три ссылки вставишь. Что, они тебе три одновременно будут открываться. На корабль в описании канала жмешь, получаешь ссылку на турнир. Вот, привет, Антоха Дэ. Вот, поэтому никак по-другому. Ну что же, ЗВЗ интересно чем? Тем, что Минато очень неплохой игрок. Из ЗВЗ-то он умеет играть. Причем он любит милишный стиль очень сильно. По крайней мере, в других матчапах. Так что у нас может быть что-то здесь необычное. И, конечно же, бывает здесь фаворит. Но всякое может быть, ребят. Всякое может быть в этом матче. Тихо. Тихо. Раньше. 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 Тихо. Какое содержимое? В описании канала я буду менять все, что ли, ради того, чтобы там ссылка была на турнир лишняя, что ли. На корабле есть ссылка на турнир, все как бы остальное есть на главной странице и тема дня, этого достаточно. И да, есть превью от изерда, ребятки, интервью с игроками, все очень грамотно, все очень четко, читайте, следите за всем. Признаться честно, мне было особо некогда, поэтому я ничего не читал, потому что стримов слишком много в ноябре. Обычно раньше я читал все как бы интересно посмотреть, что там игроки говорят и вообще. Но сейчас так получается, что я по кдшечке стримлю сплю, встаю, приезжаю сюда, как бы опять стримлю. Но в декабре не буду так напрягаться, это факт. Но стримов будет достаточно много в декабре в любом случае. Не волнуйтесь. Турниров точно много. Линги от Минато вперед идут. Минато идет Блай, понимаете, 17 на 6 по лингам. Блай 16 заказывает сейчас, но у Блай нету Роуч и Роуч Ворона. Нет, смотрите-ка, королеву надо окружить. Сейчас что Минато еще делает? Королева упадет сейчас, но больше не упадет королеву. Я так думаю, что у Блая прирост уходит. Хотя нет, смотрите, Минато и вторую королеву сгрыжат. Самое интересное. Так, Лингов отдал часть, но пятью все-таки умудрился уйти. И семь Роучи у Минато заказано. То есть у Минато примерно то же самое, что у Блая, но более четко. У Минато плюс один все это дело делается. И 114 секунд это плюс один будет делаться. Грейдер. То есть можно еще и проатаковать будет. Так, Блай приходит к Минато. Минато готов. Минато принимает двое. Минато Роучами нормально все делает. Блая пытается подгрызть. Блай понимает, что не подгрызть. Видел Блай Эволюшн, кстати? Эволюшн видел, но он не видел, наверное, делается Грейд или нет. У Блая у самого четыре Роучи пошли. Так, Минато сейчас подстроит рабочих, я так понимаю. И что он будет делать? Будет ли выход в лейер и муф Роучем? Или он будет агрессивничать как-то? Непонятно пока. Здесь камни пробиваются. Все правильно, чтобы не прогрыть было ничего. Миндом. Кто здесь входит? Кто здесь входит? На окно пойдешь? Красавчик, о красавчик. Иди на окно. Гладить тебя. Гладить тебя. Иди на окно. Иди на окно. Так, прошу прощения, ребят. Все, я здесь отвлекся немножечко начальника. Ходит, братан, тут мой снизу. У Блая Реводжера Линги Блай пушит, ребятки. Не Минато пушит. Минато, то есть, к пушу готовился, а пушит в итоге Блай Минато. Что-то происходит-то такое. У Минато сейчас соплай блок. И ё-моё, какой стрёмный пуш для Минато получается. Реально страшный пуш, потому что, так, ваербулы опять на овера пошли. Ну, в этот раз вроде как, нет, не скрывается овер. Где они все эти оверы в продакшене? 8 роущей Минато сразу заказывает. Блай отступил назад. Ну, посмотрите, на рабов 55-40 в пользу Минато. То есть, у него все хорошо по рабам. И роущей очень-очень много мастится. Сейчас и плюс 1 готово. То есть, Линги здесь, конечно, не полностью бесполезно, но Линги слабы в данном пуше будут для Минато. Так, Лингов принимает. Скрипа Блая прогоняет. Контроля в центре нету. Но есть оверсир сейчас у Минато еще. 101-112. 10 лимитов всего разница. Фаербулами Блай перетрудился. Чуть вперед послал фаербулы эти. Так, Минато вперед двигается. Блай хочет зафаерболить. Минато лезть не нужно. У него роущей строится. По лимиту он в плюс вырывается стабильно, как бы здесь. Главное, на фаерболах ему не слиться. У него все-то вообще замечательно будет здесь. Блай делает роучи сейчас. Посмотрите. Дронов, точнее, делает лейер. А Минато вперед с роучем выходит. Минато сейчас нужно, конечно, ловить тамик такой, с которым он сможет Блая пробрить просто здесь. Ё-моё, два роучей фаербулами. Хорошо Блай принял сейчас. Но у Минато будет мув роучем скоро готов. Очень прикол. У Минато есть плюс один. То есть по грейдам у него все хорошо. Здесь контуррыв на лингах идет со стороны Блая. Но здесь есть роучи и линги у Минато. То есть нужно принимать бой. Минато развернулся. Куда так Минато... Так, Минато развернулся. Дронов возвращай на добычу. Минато что ты делаешь-то? Возвращая дронов на добычу. Все здесь и всеми убежал назад. Ну что ты будешь делать? Нужно как-то контролить. Нормально. Нафиг всей этой армией убегать. Блай всего четыре дрона этим забеганием подбрил. 162, 139. По грейдам, естественно, Минато в плюсе. У Минато Гидроден пошел. Нужно заходить и как бы пытаться Блая видимо убить. Я так понимаю. Я не знаю, что здесь Минато тянуть. Здесь у него 51 роуч, 24 Блаяских. Но у Минато нет релайдеров с другой стороны. Он заходит, пытается шатать. Но без релайджеров на релайджеров наламываться, конечно, тяжко. Приходится постоянно отступать и дэмэдж получать. Но Минато еще, ну что ты творишь-то? Вот он грызается. Сейчас фаерболы Блая не заходят далеко. Вроде как уворачивается по всем направлениям и вроде как прожимает Блая или нет. 137 на 126. Да, падают релайджеры, падает все. Здесь у Блая от фаерболов увернулся от всех Минато. Похоже на 1-0. Хотел бы я сказать, что прям удивлен, но я не удивлен. Минато силен, Минато Стрэндж сбрил, между прочим, в этом плей-оффе. А Стрэндж это очень сильный процесс. И ПВЗ у него самым слабым не было матчапом никогда, насколько я помню. То есть как бы это уже показатель. Так, здесь плюс один есть. У меня в Блая нету. Плюс один. Роуч из третьей базы приходит. Даст 37.95. Похоже на очень. На 1-0 это всё. Да не похоже, это и есть 1-0, ребят. ГГ пишет, что это была неожиданная. Так, кстати, попсик-то забыл добавить я в поддержонцы. Стэндж сбрил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехали, продолжается битва DimaTorzok 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 Сначала у меня грозил, что я бомж, потом говорит, что я тебе как сын. Не знаю, о чем бы речь, но если тебе как сын, то получается, без батя-то ты кто? Все правильно, все логично, как бы было, значит, вот. Привет, Аркадьнификейшн. Сегодня кроме Старлайна был уже ИМ-квалификация, но будет еще топ-докс, но это будет ре-стрим, естественно. Но на Пейпале бы неплохо бы найти 7 баксов. Кстати, сколько это денег еще 7 баксов сейчас? 7,642 получается, да? Плюс 5. Почти пятихатка, короче. Ну ладно, разберемся с этим всем делом. Попало нету, к сожалению. Так, выпрыгивают линги. 6 штучек их выпрыгивает. Третья хатка у Блая уже пошла. Ну, Мината больше рабочих, кстати, в предыдущей игре. Блая бежит на третью, а третьей-то нет у Мината еще. Зато у Мината еще есть Роуч Ворон достаточно ранний. Зачем ему Дроуч Ворон такой ранний? Я хз. Так, линги оббегают, дрона пытаются Блая сгрызть. Аккуратнее надо быть. 6 лингов у Мината есть, плюс королева. Тут изи как бы оборона. Все, один раз стрелял королеву и можно гнать. У линга меньше хп, значит, ну, с высокой степенью вероятности Блая проиграет. Вот движуху на Аклике просто. Вот надо вот в таких ситуациях, в таких лингов, надо местами менять. Вот, успевает. Так, как же тот первый? Да я-то шучу, конечно. Да я угораю, че уже. Чеу, еще 10 лингов Мината делает. Так, здесь Блая лингами врывается. У Мината уже меньше дронов, чем у Блая. Начинается грызня. Опасно все это дело, конечно. Мината что-то лингов сейчас надобавлял. Много прям надобавлял. У Блая третья хатка есть. Никто пока не раскачивает третью. А у Блая при наличии 4 роучи еще 5 строится. Мината делает 4 реводжера. Это будет очищение от оверов Блая, в общем-то, карта сейчас очевидная, да? Вот, но нужно... Так. И переход в дронов. То, что делал Блай в предыдущей игре. Минат сейчас сам делает с Блаем. Ну давайте дронов будем на муве сливать в 2016-м. Просто миллион. Так, линги пробегают. Три сейчас на вторую бегут. Минат пока оверов шатает по лимит. Минат в плюсе, ну три дрона уже Блайма выбивает. Достал выбивать уже, блин. Подумал, наверное, на Мината. У Блая реводжеров нету, ничего здесь нету. Так. Чего Мината к силу нагу-то не проверяет, я не понимаю. Мувы роучем нет, поэтому Мината не боясь то, что Блай как-то ответочку даст на этих реводжеров. Ну вот же овер летает. Мимо три фаербола пошло. Вообще все мимо. Один выстрел, и Мината отступает. У Блая окопится много линга роучей сейчас. Фаерболы по Минату оверу пошли. Ну так пожалуйста. Куда ты Минат стреляешь-то? Что ж ты не видишь, куда там Блая летит? Куда ты Билли стреляешь? Сам, правда, выворачивает здесь. Ну вот этим накроет сейчас, да. Саплая блок у Мината. Два овера строит. Нужно отступать. Блай в пуш идет. 60-35 по БОму. Минат 50 рабов настроил. А лимита-то нету. Здесь надо улетать овером. Ой, Блая окружает Мината еще юнитов. Похоже очень, судя по лимиту, на то, что Блая успешна будет атака. Но сейчас мы это все пронаблюдаем. Да, тут сминает Блай в хлам. Это 1-1. Здесь нету ничего. Минус прирост. Блай в хлам. Ну, это классическая 2-ая игра. Четкая реализация. Спасибо, Соникс 1-2-3. Так, 7 евро даже ты прислал. А надо баксов. Ну, спасибо тебе. Короче, как будет у нас эта движуха? У меня просто... Я не сходу со своего аккаунта покупать туда. Я хочу с Илюхиного взять. В лишний раз не валится. Я не сходу со своего аккаунта. Я не сходу со своего аккаунта. Обязательно подпишемся, короче. Ради 1 Турика, правда. Ну, ладно. Будем топ-докс рестримить-то. И дальше, в общем, что делать-то. Сегодня-завтра финалы, плей-оффы. Там будет интересно. Правда, в Starline немножечко на топ-докс залезает. У нас топ-докс начнется через 3 минуты. Но у нас... Посмотрим наши. Сначала игр, а потом топ-докс посмотрим. Ничего страшного совершенно в этом нету, я думаю. Через 4 дня какой-то топ-докс еще будет. Скарлетт-Нипшоу-матч, кто организует. Полигон гейминг. Что за полигон гейминг? Без понятия вообще. А, они уже много что делали, кстати. Масса тыловой, лейзер харстон. Каз гидра когда-то было давно. Летом. Клажу в батриньях. Ну, полигон гейминг, так полигон гейминг. Спасибо, Соник, за 1, 2, 3, 4, за PayPal. Спасибо всем, братва, короче, за поддержку. Вот. Очень четко Блай реализовал предыдущую игру. Хотя задумка от Мината хорошая была. Первую игру сам пушил, а вторую 4 реводжера выбиваем оверов, халявим. Но контр-выбивание оверов от Блая, supply block у Мината не успел заказаться выбивание личинок. Так, Яндекс.Кошелек. Так есть же Яндекс. В описании. Или ты не видишь описание, типа? О, здорово, Денис. Кул-Си. Давно не видно действительно, как жизнь, как учеба. Вижу, отдыхаете там по фоткам ВКонтакте иногда. Молодость. Вспоминаю себя, как на теплотрассах компот-хаул. Здесь пацаны. Ну, кстати, нет. Это еще школьные времена были в институте. Уже немножечко по-другому было. Но, тем не менее. Надеюсь, все хорошо, короче. Так, ребят. Минат Веллингбас собрался делать? Я чуть не понимаю. Блая поздний мук. Да! У Мината Пул первая была Веллингнестус. Это Веллингбас, скорее всего, будет. Может быть, Мината сейчас, учитывая, что Блай все спалил, не будет тут. Хотя один дрон строится, но только один, и он в ГАЗ строится. А, ну восстановил погибшего, получается. Все. Так, четыре Бэйна. Ублая плетка Веллингнест. Тут Мината, конечно, пытается под Блая как-то подстроиться. Плетку отмени... Так! Бэйна Меллинга взрывай, Мината. Или хату грызть, или что-то делать надо, я не знаю. Надо что-то как-то реализовывать здесь. Ну, там дроны уже пошли Мината, кстати. В плане... В плане, короче говоря... Я даже только начинал хвалить, и вы видели, что сделали Бэйна и Мината. Что ты делаешь? Ты же потом будешь ночью не спать этих Бэйлингов вспоминать, чертово. Три Бэйна в хату просто. Ты что ж... Мината гангстер просто. Он и так победит. Короче, ребята... Только хотел сказать, что Мината грамотно все делает. А, на... Нету на... Этим... На планшете там, на твоем описании. Печально, ребята. На планшете описание, а то как поддерживать. А через плеер там тоже, да, не впилить. Какой комфорт. Сливовый комфорт. Вот. Иди на окно, чайлик. Короче, только Мината хотел сказать, что круто он вроде как в плане Майангеймса сейчас заходил. В чем крутость была? В том, что он подпушивал и не полынил полностью, а съезжал уже с улына. Но! Нужно Бэйнами здесь максимально время было тянуть. Размениваться на Блайфлингов. На Блайфлингов. Для чего? Для того, чтобы контратаки не произошло. Чайлик, ты опять нерешительный, что веди на окно. Не надо мне твои хари. Морозок, блин. 21, 27. Короче, Мината теперь отстает. Причем серьезно, на самом деле. Так, прогрызает везде камешки. Минат Парабам даже в плюс вышел, но посмотрите, у Блая больше лимита. Блая делает контур-бэйлинг-бас. Мината сейчас мог очень много лимитов взорвать Бэйнами своими, но не взорвал в итоге. Так, там два Бэйна Мината пропускает к своей второй базе. Блая тут разменивается, взрывает. Три Бэйна проходят, королевы нет. Дронов-то куда денешь-то ты теперь, Мината? Чьемое? Дроны через муф пошли вниз. Блая взрывает. Семь дронов минус. 22, 36, 33, 53 по лимиту. Это минус Мината. Роуч Ворон здесь ни к селу, ни к городу уже теперь с такой экономикой. Просто он не нужен. Ну, вроде как нормально Мината восполнял, но Блая готов к этим агрессиям очень-очень жестким, на самом деле. продолжает Блайв рисовать Минат, при этом всём. Так, алькадник и Кейшн, это не отображается просто на эпловских, видимо, этих. Описание-то есть, всё есть, просто. Отдельно, вот я не запилю, не для чего. 19,36, вот чем прикол. 43,82 по лимиту, Ублая Масроучи уже. Приуныл чёрт Чарлик. 46,92, но Минат очень сопротивляется, как может сейчас. Ну, посмотрите на экономику, то есть, и боевого меньше, и всё меньше, вопрос времени, когда именно Блайда жмёт Минат, а тут реводжеры пошли. Ну, вот, те три бейна, кажется, фигня, но это было началом, конца, потому что дальше у Мината не получилось тут ничего сделать. Заходят Лайв, фаерболчики пошли. Хорошо, двух реводжеров, очень хорошо Минат фаерболами накрыл, Блай своих лингов неплохо тут накрыл тоже. Но эти реводжеры не перевернут ничего, слишком слабая экономика 2-1 Блай. Слишком слабенькая экономика, ребят. Чё случилось? На, микро, Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Так... Ну что... Глайд 2-1 Минато... Ну здесь пул первый, причем у Минато пул газ, эта карта... Жилая станция, очень такая напряжная карта, чарлик загрустил, накорми собаку, это у тебя ограниченное мышление, если чарлик загрустил, то значит он есть хочет что ли? Нет, он есть не хочет. Хотя жрать он будет всегда все, и то, что даже нельзя. Просто он хочет штаны проветривать, уже идти своей шерстяной всегда на улицу. Ну что, ребята, очень-очень рискованное от Минато решение, он ставит золото, Блай его сразу видит, не знаю. Это, конечно, интересно, но проблема в чем? При таких опенингах... При таких опенингах... ... Продолжение следует... Ну, Минато умудряется даже найти секундочку, когда перевести рабочих просто на золото даже. Да, что-то много прям лингов строит. Он, блин, басить собирается. Я вот не понимаю, каким образом Минато... А вот роучи первые пошли. Софлая блока нету. Ну, два, три роучи. Два мало, надо больше роучи строить. Так, Минато теряет овера. Это катастрофа в этой ситуации. Просто катастрофа реально. Четыре роучи, все, Минато заказано. Сейчас Ублая Мух доделывается. Как Минато будет отбивать бейлинг бас? Здесь надо плютку ставить обязательно вообще. Пять бейлингов. Шесть бейлингов у Блая дома. То есть он собирается агрессивно врываться, как вы понимаете. Линги бегут вперед. Роучи здесь на рампе ставят. Минато, Блоч здесь все нафиг. Так, роучи показывают. Еще роучи подходит. Ну, Блая прям очень много бейнов там. Минато, роучи вперед вывел, чтобы от крипа подальше встречать. Я так понимаю, сейчас Блая кружит их и все. Ё-моё, куда Минато лезет-то? Семь еще роучи запилят. Что ты делаешь, Минато? Что ты? Куда ты пошел? Кати на крипе спокойно. Вышел вниз. Это похоже на два, на три. Один очень похоже уже. Я не знаю, как Минато здесь отбиться. Ну, Блайнов-то отфокусил. Ну, а дальше-то что? Смотрите, сколько линги порвалось. Ё-моё. Золото под роучей. Да, ребят, это 3-1 Блай. Куда полез сюда? Стой на рампе, Кати просто здесь. Вообще здесь стенку можно из роучей сделать. Зачем было сюда выходить четырьмя роучами? Не понимаю вообще. И так-то тяжело было отбиваться. Но лезть в центр, это вообще катастрофа была для Минато. К сожалению, сливается. Он для его фанатов и тех, кто поддерживает. Это Арктур против Ку у нас сейчас будет. ТВП, ребятки. Всем пока! Смотри. Везде все переименую сейчас. Ну что, Блая поздравляем с выходом в финал. Минаточу тоже пока рано расслабляться. Завтра матч за третье место против проигравшего Коу Арктур. Спасибо, Аркадь, Нификашн. Вижу Яндекс.Деньги. Спасибо тебе большое. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Ну что, ждем ТВП. Это будет не зеркалка. Совсем не ЗВЗ, короче, ребята. Вот. Это будет круто. Удивляет Арктур, дошедший до полуфинала нашего турнира. Молодец. Удивляет Аркаду. Продолжение следует... 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 Блинг делается. Желательно третьим никусом бустится Twilight, чтобы доделся и блинг, и Глеб, и как можно быстрее. Все, пошел буст. Надо пробок переводить. Со второй все переводится лишнее. Гиты открываются. Гитов. Так. 4 плюс 2. Так 6 бустится. Все, отлично. Молодец, Пол. Молодец. То есть бусты я сейчас замечаю. Ну корейцы уже, конечно, тоже начали все четко делать, но буквально месяц назад, буквально месяц назад, или там пару месяцев, уже лотов играли, все делали. Ну как бы уже все вроде хорошее. Да и до сих пор многие кассеты. То есть вроде как есть бусты, они в пустой нексус бустятся. Вот что нужно бустить. Грайды, конечно, на тех стадиях, когда это необходимо. А еще очень долго необходимо их будет делать. Там плюс 1, 1, 2, 2 и т.д. и т.д. и т.д. Так, сталкеры приходят. Минус медивак. Да, Глеб. 80 секунд. Это много реально. Коу уходит, не теряет ничего. Сейчас три сталкера присоединяются для хараса. А семью уже можно нормально подхарасить. Попытка выбить Либератора. Сбивает одного. До варп еще шести сталкеров идет. По два Либератора строятся. Без Глеб придет у кого драться. Ну а что поделать? Стримил мне? Стримил давно. Я спрашивал вчера, что не стримишь? А то спрашивают люди как бы. Ну Ревчик отшутился, что староват стал для Старкрафта уже. Хе-хе-хе. Вот. Не знаю, короче. Вроде как обещал стримить в ближайшем будущем когда-то. Хотя не уверен я. Ну да, хоть у Ревчика и подгорают частенько, но многие даже, кто любил его потроллить, соскучились. Потому что кому написать-то, кому написать-то? Кого потроллить немножечко. Так, заходит с тыла сейчас Коу. Здесь очень жесткий пуш от Арктура, обратите внимание. Подрезает Коу танк. Лимита тирана больше, чем Коу сейчас. То есть можно просто сейчас... Опа, а как делать-то? Как быть-то? Здесь почти соплая блок. Коу размещу, что ли, пошел уже? Похоже на то. Арктура идет Коу. Коу идет к Артуру. Куда пробки? Поехали! Коу, ты что тварь? Это слив у Коу накопилось просто ресурсов. Миллиард вообще. Просто миллиард ресурсов сейчас. Нужно заходить адепты миномэй. Нужно все миномэй заходить. Минка. Действительно, минка жахнула по адептам. Депошечки закрывает. Арктур... Что ты делаешь? Арктур домой пошел. Но Коу слил всех рабочих. Кстати, в итоге получается, что Коу зря рабочих-то слил. Арктур пошел домой. Но проблема в том, что здесь грейды делают. Сейчас 2-1 скоро у Коу будет. Еще Арктур не так просто ему будет зайти сюда, чтобы без потери отбиться на самом деле. А сейчас упадет Старккорд, например. То есть будет и Морклов у этих. Либераторов уже не будет. Бараки тоже падают. Цеху можно попытаться зафокусить. Коу выбивает продакшн. Тупо Арктуру сейчас. И нужно максимально с Энтреой тянуть. Время на самом деле. Так, подлинг под Либератор. Пошел. Иммортал заходится с Талкерами. Больно Либераторы делают. Здесь призна. Честно. Призма прилетела. Иммов надо эвакуировать. Все, эвакуирует. Коу. Эвакуирует. Все, смотрите. Имморталов увез. Сталкеры ушли. Имморталов... И адепты ушли. Не, а, Най, спасибо за призовой. Так, бараки добавляются. Адептики сныкались. 87-88. Парабам уже. Даже Коу в плюсе. Блин, вот как вот именно в плане фишек Коу мне нравится чем? То есть вот это с призами, архонами против мутки. Реально прикольная тема, которую Коу делают. И вот он как изворачивается в некоторых ситуациях еще прикольно. А зачем два Даркшрайна друг напротив друга ставить? Не знаю. Может, Коу знает какую-то хитрую страту протсов. И дарки будут сильнее, если так два Даркшрайна друг напротив друга стоят. Ведь Коу уже знает аверский язык. Вот. И не только. Так, Либераторов развел. 101-65. Короче, Коу необычными своими действиями сейчас разводится у своего оппонента. В это время на мэне, короче, имморталы адепты шатают. На второй базе тоже адепты шатают. Сумбурно, конечно, с тонной ошибок. Но... Но Коу реализует свой... Опа! А где имморталы-то? А, сели в призму. Я думал, одна минка их вкуснула. Просто двух одновременно. Нет. Второй-то от мини-Коу. Зато один сфокусит на мэне, второй будет. Правда, они рядом стоят от мини. Этот отменяет. Блинк Даркам пошел. Блинк Коу без блинка Дарков это просто не Коу. Я здесь, среди теней. А, адепты кипадают. ПЦ-ку ни в коем случае нельзя давать. Отпокусить сейчас. 3-2 уже Коу делают. Не, ну 3-2 против одной атаки это вообще катастрофа будет. Артура лимита до сих пор боевого больше, что самое интересное. Пытается идти вперед сейчас. Где Дарки вообще? Так. Мэни и Морталы продолжают убивать. Бараками улетают отсюда. Чуть не улетает пока Арктур. Ну, Дарками надо пользоваться. Ой, здесь, кстати, 30 сэщики. Сканов-то накопил Коу сейчас миллион просто. Еще есть шанс проиграть, причем очень хороший. Черт побери, мы не увидим, блин, кодоркам. Это будет печальный расклад. Так, АЦЦ-ки то есть? Все, ЦЦ нету. Коу надо спасать свои дальние Никсуса с помощью Дарков. И тогда у него появляется реальный шанс на победу. Здесь делается 3-2, но они не доделываются. Кстати, отменять я не спешил, потому что можно пробку сюда провести будет и все. Ну все, Дарки, пожалуйста, 3 штуки. Веселая игра для первой игры в этом V5. Перестимпатчился просто так. Сейчас Арктур, что Дарки с удара будет все резать. Все с удара будет резать. Г-г, ребятки. Хорошая игра. Я ищущий с удара. Оно ищущий с удара. Дарку. Продолжение следует... Продолжение следует... Это хорошо... Арктур против Куку, 1-0... Но может Арктуру не ломится с двух баз, так как он ломился сейчас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делами... Как силнага... И жалкие людишки... Короче, цеха первая, я думаю, абсолютно верный расклад от Арктура, что он меняет билд... Продолжение следует... 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 кто такой этот арктур что за тупые вопросы ты задаешь арктур это арктур менск это лютый лютейший враг кол помощника джима рейнера шакуровского дарка который любит blink конечно же кого зератула все правильно он зератул не погиб в компании он выжил и вот он мы его смотрим вот он развивается это его новая миссия это полуфинал черт побери старвайна у против арктура 10 повел погнали привет гипер диджитал экстю привет 7 нет победитель не забирает все я так понимаю просто гг система не может сделать так чтобы победитель не забирал все кстати это хороший вопрос на дорогу с юрой будет поговорить со всеми нужно что-то пофиксить как тату как потом с этим быть всем делом адептик на кселнаге но это стандарт ребятки призма дестабилизаторы но я не понимаю почему почему а решил что от great boost и не обязательно абсолютно 57 секунд строится что делается от дестабилизаторов можно и подбустить на самом деле так здесь старпорт реактору что развить идет понемножечку дождался куду дестабилизатор полетел но можно было подбустить как мне кажется адепты копится кстати в хороших количествах твайлайта нет третий дестабилизатор запилен что именно ку хочет сделать куда он хочет ударить вообще вопрос хороший сейчас секундочку так перезвоню потом звонили какие игры с участием дарка в скором будущем завтра дарк против бьяна будет играть новой фенкапе приходите не пожалеете как минимум 1б3 ну точнее там 1б3 и будет вот мы увидим дарка с бьяном больно делает коу арктуру сейчас очень больно дестабилизатор делает либератор разложились танчик будет нет здесь лоб такого навряд ли продавит но на самом деле опасно ладно не парься юр короче арктуру подставляется под дестабилизаторов регулярно танчик теряет 86 27 по лимиту 3 цеха заказана лезть сюда ни в коем случае нельзя все в названии стрима другой считайте и не тупите на четвертый не стоит кул третий понимает что продавить уже не получится вот напишу миша придется вручную делать с призовыми этими просто надо будет посчитать что там как потому что по-другому здесь никак надо пофиксить надо вычинить сейчас реактор вычинивает арктуру реактор 3 цеха строится ну креды делаются в принципе по пытается здесь он не просто пытается он минусует 7 ксм вот таких уже нельзя вещей здесь допускать на самом деле так здесь аж целых три либератора плюс танк нужно прогонять коу отсюда сейчас отступит я так полагаю но он попытается патрон пульнуть да да он пытается артур тебе сейчас будет больно возможно дестабилизаторы фокусятся еще одного отфокусил дестабилизатор артур прогоняет еле-еле коупа потерям 1300 в 375 конечно же коуп выгодно очень разменивается ну что раскачивается третий коу который ну на четвертой позиции стоит соответственно один-один делаются две форши правда здесь не мазеркура нихрена нету кто это все будет оборонять хозяйство и грейды и ой-ой-ой-ой-ой вот я только сказал не заметив даже что здесь летит сейчас просто сюрприз очень жесткий на самом деле пытается дестабилизаторы продолжать карасить да нет какие минеральные линии вон грейды выбивай как можно выбрать приоритете нексус а две паржи просто сзади крутится выбить эпилон сначала там нексуса будешь убивать дал грейды доделать колб сейчас артур 5 на гудгейме всегда нужно 5 вообще ничего не происходит ну что у 19 у 13 считаю что дроп этот был в плюс но если был бы убит и форжи это еще больше бы плюс был почему грейды это все вообще грейды это грейды это грейды это грейды хотя нексус на самом деле здесь то здесь есть два новых понимаете как бы рабы погибли конечно здесь восстановится но так бы не было 2-2 и прикиньте сейчас тиран заказал 2-2 раньше либератором и воевал 2-2 в 1-1 кто сам это было бы катастрофа безусловно для арктура но ой для кул если бы он 1-1 но арктур не выбил форжи но он выбил нексус безусловно он дэмэдж тоже не слабое нанес сэмли можно спорить очень долго что лучше как бы вот но как мне кажется мог арктур просто вложить либераторы сюда подальше успеть он мог выбить и форжи и нексус например ну как минимум пилон выбить задержать как бы хотя нужно было там форжи убивать они почти доделались уже поэтому тут такой момент в общем-то объективно непонятно на самом деле что там произошло бы перспективе ребят три танка два либератора некоторые качатрубил четвертый цеха пошла продакшн увеличивает тиран сколько бараков на данный момент 5 это не так уж много на нас трех цех нужно уже выходить на 8 барак продакшн желательно учитывая рейндж либератор ну хотя рейндж либератором поначалу поможет нормально но перспективе можно и нужно подумать конечно о гастах так откуда-то бодрый рипер прилетает распурили его сразу а дефка здесь этого рипера призму надо ловить призма залетела через мэн здесь туретик настроил а здесь кто будет строить вот облетел кул видимо отсюда так а он просто сму может даже залетает одновременно выход от кул идет поймал либератора нахаля кстати не забывает про любимый блин дарков кул сейчас такие призовые топ-8 не понял смысле на этом турнире топ-8 призовые вы там чё там чё блин ребята кушали то не вы сдоху в подвале случайно вроде не близконовский у нас призовые чтоб на топ-8 делить когда будет хотя б тысяч соточка да как будто можно и на топ-8 запилить опять арктура 170 на 140 лимитах увез танки идет на золото ковали вообще в размены идет арктуру арктуру вообще в идет нужно идти золото отменять и пытаться пушить на самом деле привет всем ребят кто недавно подошел что арктуру здесь ходит как-то как же он опасно ходит сейчас вот если он ему био выбьет на халяву просто кул что он будет делать тогда так дестабилизатор стреляет молоко стреляет эти попадают куда-то уйдет в размен нужно залетать на мэйн сейчас раскладывать либераторов убивать пилон конечно же пилон убивать что же ты творишь то куда-то полетел то пилон не убивает ничего не убивает арктуру дестабилизатор все-таки падает в итоге два танка сидят тут на мэйне нужно не без либераторов мэйн кул без потерь выбьет практически кул принимает решение идти в размен у арктура считаю более интересный миг здесь остался арктура 2-2 здесь 3-3 у кул делается уж как можно быстрее идти тыл туда на вот здесь вот можно дефануться попытаться с либераторами но либераторов то не будет цех хоть одну нужно увести в итоге арктура здесь посмотрите в чем прикол у него два медивака лечения нет вылечить он юнитов своих не может и конечно же в таком раскладе тем более мазбил здесь дома осталось таком раскладе кул выгоднее гораздо дерется и с мародером а все и будет не будет гибераторов все 3-3 доделалось опять же у кул арктура уже меньше по лимиту вот это био нужно просто цсх улетать в космос био увозить все еще можно ксм-ок вывести еще было бы ксм-ки отдаются на ровном месте улетает арктура а здесь полная цсх добывается между прочим здесь все везде отключено есть 4 дарка у блинк у них есть от блинкиваются дарки вот где блинк дарка можно применить в разменах вообще идеально работать чё рычишь чарли последние базы арктуру убивать но золото он не сможет законтрить ему нечем контрить золото чё тянет арктуру а он вообще не знаю пилоны видел золото не видел это лол вообще пробки уходят через золото пытается уйти дарку пытается поймать арк и анизет поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает на грибочке подчеркивание циркумфлекс спасибо на самом деле артур сейчас медиваки вернулись может давайте посмотрим 17 мародеров два танка 6 либераторов 5 медиваков 16 сталкеров 4 колосса артур может успешно здесь подраться это факт только нужно не сливаться здесь цеху нельзя отдавать ксмки падают подлетают ближе либераторы раскладываются по сталкерам начинается атака танки не успевает по 500 раз перераскладывает либераторы что артур делает вообще не пойму но все и все в кучу сейчас все мог здесь четко сделать артур спасибо и она за поддержку спасибо всем запад все реальному круто сделать артур но он сейчас просто берет и сливается остались только колосса здесь фактически но здесь продакшн здесь гейты у здесь кибернетка есть не здесь все 10 20 ребята есть и грелки остались вот если сейчас артур так не перераскладывал либераторов то он мог бы выиграть реально но артур ведь не знаю что там было понимает куда нужно ударить он знал он бы давно туда бы напал бы так нексус тут ку ставить собирается на золоте на вражеском мак чем он собирает ставить круг сейчас увидеть что марку живет грелки пытаются застебать мариками артур пытается грелок забрать красавчик забирает грелок мариками здесь идет добивать кишку гул кидовар побольше вот как-то о не тот игрок с которым в размен играть нужно артуру это видно потому что он не готов к размену а ко великолепен в размене вот и вот он и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Я ценю твое экспертное мнение, но давай не будем рассуждать о балансе, если ничего об этом не знаем Терра во втором старике юнитов со сплэшем Особенно против протса просто немерено Минки просто разрывают Танки сейчас можно использовать, особенно на ранних стадиях пушек ЕМП это просто супероружие против протса Это пол хп просто на лейте фактически армии И минус энергия Может я даже что-то забыл еще на самом деле Нет Ну гелики, хелбаты это так Так что тут просто Дело не в юнитах Дело в прокладке между сведением и рулем Как в том анекдоте Кто их использует Вот в чем дело Так в Старкрафте всегда было И в первом, и в втором Вот так вот Ну что, ребят Игра, которая может быть Последней в этом В полуфиналах В этом дне Старлайна Соответственно Завтра у нас Матч за третий финал Вот Поэтому не стесняйтесь Поддерживайте турнир Старлайн Всем за это респект Кто поддерживает После Топдокс Мы посмотрим немножечко Вот И не стесняйтесь Поддерживать меня и мой канал Естественно Все вы знаете как 20-23 Парабам Такого немножечко в плюсе Habitation Station Она же жилая Останция карты Вот на этой карте Вообще можно кушать Жестко на самом деле С танчиками Снайпер-шоты эти не сплэш Да, еще вот планчи пишет Рэйвен и Сикер Миссл Но они сейчас не будут Ядерная бомба Вообще так Всем сплэшем Но пока, кстати В новом патче Ну и вообще вот В Лотве Прям масса применения Ядерок я не видел Все-таки здесь ресурсов Уже поменьше Чем В Ходсе Уже тираны начали головой Думать Надо ли кидать А не как Хэйпи Помню Но ЦГ с Тодом Бомбил Бомбил 50 ядерок скинул 5500 на 5500 Потрать Потрать Проиграл В итоге Я понимаю Что это Личное мнение Воле Это понятно Воле Это вообще Другая игра Была Но везде Свои фишки были Так Приходит Артур Неплохо Минус 5 пробок Забирает Но зачем Улетать от Феникса Когда можно фокуснуть Мазеркор Я его что-то не вкуриваю В это время Гелики приезжают 7 пробок Артур Уже забирает Ух Это не слабо Здесь надо Мариками шатать Восемь пробок Уничтожено Феникса Можно попробовать Бить сейчас Пытается Это и сделать Собственно говоря Артур Еще минус Рабочие Мазеркор Падает Да ну здесь погром Вообще Еще проб Пузырает 13 пробок Великолепное Просто супер Начало Для Арктура Я бы сказал Играя в Старгейт Коу умудрился Пропустить Вообще Здесь все Блочит Либератора Что здесь все Жестко ВСКБВ интрига Кто кого найдет Какой попытки Почему ВСК2 Этого нет Вообще Я не понимаю О чем ты Просто Что ты Писаешь Что Какая интрига Какой нет ВСК2 интриги Еще минус 3 пробки Минка Ультимейт Просто Киллер Какой-то Вообще Вы когда пишете Такое Шифровываете Просто Я не понимаю Реально Иногда Что вы пишете Стропорез В плане Разведки Что было В первом Старкрафте Тоже здесь Самое Во втором Либо ты Разведываешь Либо нет Другое дело Здесь больше Дуэльных карт На 2 Человека Чем Чем В первом Старкрафте Я помнил Пепсик Я ж ничего не говорю Спорить не надо 65-42 По лимиту Либератор Прилетел Что он убил 4 пробки Он убил Ну что же Ребята Я вам скажу Что Если здесь Умудриться Отдать игру Эту Арктур То это будет А это чудо Вообще От Хэппи Очень много Игр было На лейте С ядерками Очень много Да Самый дешевый Старкрафт Сейчас да На платье Ру За 550 Рублей Примерно Был на G2 А недавно За 350 Но все Разобрали Быстро Его Шатают Фениксы Летают Ребят Ну-ка Пытается Что-то Нашатать Но Сейчас будет От стим Раньше Щитов Немножечко Плюс 1 Но Есть стим Уже Можно Вперед Ити Уже Это армия Мобильная И Крайне Опасная По своему ДПСу Потому что Огневая Мощь Мариков Со стимпаком Просто нереально Остановится Так Феникс Одного Сразу же Подрезал У нас Арктур А как раз Пока Двигается Вперед Доделываются Два Других Грейда Ключевых Это Плюс 1 И Щиты Мариком Здесь Здесь Есть Филды Кстати Говоря Смогут Ли Адепты В контр Риве Что-то Сделать Вопрос Не Уверен Что не очень хорошо Что-то Вопрос 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 Как Лот Это Отдельная Версия Которая Работает Без Пола И Хольца У Тебя Будут Все Компании Четку Ядерку Против Финале ВСГ Против Арестео Я Уже Подзабыл Но Наверное Так И Было Почти Все Карты 4 Респа Ты не Смотрел Наверное Первый Старкраф Давно Очень Много Кар Где 2 Респа Сейчас Ну что Артур Это играл Одну Карту И Сейчас Все Сравняет Будет Очень Жесткая Интрига Конечно Шах Карта Я Я кресло самурай называется ну что пробочка идет что-то тут собирается схитрить такое ощущение здесь гейт газ нексус кивернет к стандартный билд интересные два пилона от кого минеральную линию вообще не спешит вначале прикрывать ну что опять подобный билд кстати говоря от арктура ребят ну что опять подобный билд кстати говоря от арктура ребят какой подобный опять перед робом минок явно у роба кстати грязку робот файлайт ага значит а прокси будет соответственно вот это логичное продолжение вот этого дела все прикольно чем мне нравится кол его необычными темами как он уходит заходят и и тем что он в линке дарков всякие юзает использовать старается все вот вход за чем отличается это не шторм вот это хируф это не хируфу за шторм это хартова сварм отличается так же как вол отходся совершенно другая часть новой компании с новыми юнитами и сейчас все мультиплеере в лотф играет естественно так с либератор лети хочу минки у нас с этим гадите он вообще не летал что ли или первым либератор был вообще заказа че не понимаю что произошло наши ксм атакованы залетает либератор начинает бомбить к реагируют но три пробки успел либератор убрать сейчас так плюсом 2 минки причем зачем зачем уводить либератора к 2 сталкера просто здесь ты от кого вообще пошел просто посмотрите что пошло два нет я только говорю блинку делает два блинка одновременно не ну это то совсем уже какой-то вообще дичь вообще и надо арков и просто блинку все вместе будет бенкаться да нахрен уводил ты ёмое блин просто два сталкер вообще в стопудово забрал да если ты или ммр и если ты между ладер играть поиски то во всех частях еще до сих пор кто-то играет но последний лот поэтому большинство в нее играют подавляющее короче есть все таки выходит к уставить нексус я не знаю что он хочет сделать ребят но я вижу вот чё я вижу 3d арка здесь идут сканы видел ли вообще артур что там а нет ничего не видел погодите вот он дед аршайн туретка пошла прямо на продакшене сейчас самое интересное на мэйне в минеральной линии туретки здесь 2 туретки с минкой вообще что-то артур здесь опасаться начал такое ощущение а но и и и и Ну что такого ждет? Я не понимаю, что он ждет? Пророчество неоднозначно. Врываться не обязательно, короче, на мейн. Блин, дарками решилку. Можно поразводить немножечко попробовать. Ну, кстати, прикиньте, дарками на сканы разводить раньше, то есть дарка послал, дарк выманил скан, как бы просто погиб, и тирана замедляешь. А здесь можно про... Опа! Находит кол. Точнее, арку сейчас на халяву просто даркшайн. А сейчас можно не просто дарком развести и погибнуть на скан. Можно чирнуть юнитов, тирана он сканет, а ты отблинкиваешься просто назад. Так, здесь либератор на четвертый разложен. Сейчас интересно. Либератор на мейн. В это время я видел только что блин дарков. Дарки зашли, порезали, ушли на лоу-граунд, но кстати, пулдаун блинка у дарков значительно больше, чем у сталкеров, я так понимаю. Сколько кд у сталкеров? У сталкеров 7 секунд время восстановления, а у дарков 21, то есть 3 раза дольше. Ну, естественно, если бы блинк был у дарков, как у сталкеров, они вообще халявные были бы. Так, здесь что-то тоже происходило только что. Арктура больше по моему лимиту. Пролетает пол, только один дарк успел ворваться. Что ж ты будешь делать? Пилит дарк, работа здесь жестко. Его не могут убить. Один из уже КСМ-ок он слил. Уходит на лоу-граунд, чтобы ТЦ-шечке не дать сесть. В это время сталкерами-зелками. Коу тут Арктура напрягает, отгоняет. Арктура пытается другого, например, пойти. У Коу уже больше лимита сейчас. Так, пошли пилончики. Плюс два Аркона. Соплай-блок сейчас будет. Надо соплай-блок ликвидировать. Арктура приходит. У него пять танков здесь. Минка, Либератор есть. Так, Аркона здесь рядом. Коу собирает вперед идти. У нас с другой стороны Коу заходить. А Арктуру надо Либератора перераскладывать обязательно. Либератора он не перераскладывает. Минка залп делает по сталкерам. Врывается Био. Вархонов, куда ты врываешься? Это, ё-моё, Арктур. Вот дает. Ворвался прям в Архонов. В итоге Архоны с флешем прям в мариков жарят, блин. Здесь Коу и Морклор контролят неплохо. Скан выбивает. Арктур все-таки до Аркас. Третьей базы. Полиамид немножечко просел. Сейчас Коу хорошо очень подрался здесь. Ну как хорошо. Арктур мог бы лучше вообще сделать все. То есть у него Минка вообще не при делах. Он по сталкерам жахнул. Либератора надо было сразу переложить, как только увидел, что с какой стороны Коу заходит. И нужно было... Био про стимпатчик соворвался. Зачем у Вархонов-то было врываться? Нужно было их раскастить и потом убить все остальное. Попытаться. Но это тяжело в такой ситуации. Это получается экстренная такая... Ё-моё. Сливает Коу двух Морклор. Сколько я тут похвалил его. Это получается просто экстренная ситуация. То есть нервы и, естественно, хочется побыстрее что-то там сделать, что-то не проиграть. То есть реакция идет какая-то ответная на врыв Кроца. И Арктур не смог эту реакцию нормально вообще-то исполнить. Так, хорошо. Арктур тут камни завалил. Смотрите-ка. Коу переблинкивается. Но Био много. 29-93. Так, раскладывается Либератор. Либератор Коу отфокусил. Арктур пытается подраться, но... Улетает. Дропается на лоу-граунд. Дропается на лоу-граунд. Сталкер Арктур одного забирает. По лимиту проседает немножечко. Но у Тирана-то есть мулы. Но как только у Коу доделается 2-2, Арктуровские плюс атака, она просто пойдет по бороде. Потому что нужно грейды делать Тирану. Конечно, у него юниты сильные. Еще сам Вердос говорил об этом. Но все-таки, все-таки, без грейдов даже... Даже у Тирана-юнита слабее становится по отношению к Протусам. Так, здесь камни надо пробить. Арктуру обязательно. Отступил назад. Армора нет. Нехрен нет. Там Шторм пошел у Коу уже. Так, а Коу дропает? Я чуть не понимаю. Арктура? Это провал. Уж там 3-ть, а так пошло 2-1 на плюс 1. Это жесть вообще. Уж там 3-ть, а так пошло 2-ть. Так. Что-то случилось. Ну что, надо восстанавливать игру. Так. Так. Это же не важно. Так. Продолжение следует... 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 В общем, не выжило, можно сказать GG, пишет Арктур Полуфиналы Кончаются с одинаковым счетом У нас 3-1 То есть Блай выбил Минато 3-1 Куваево Арктура 3-1 Соответственно, завтра в 19.30 Начнется все с матча за третьего места Минато против Арктура ТВЗ И ПВЗ Финал Кува против Блая А сейчас я делаю стоп-старт Возвращаюсь без задержки Будем топ-док смотреть сейчас, ребятки Ждите Возвращаюсь без задержки